Эфир нашего телеканала продолжает автограф дня. Я Алексей Шемякин и мои коллеги готовы подвести информационные итоги понедельника 15 октября. Коротко об основных темах выпуска. Жители Северодвинска приняли участие в общественных слушаниях по переводу земли под Рикосихой в иной статус для проведения изысканий. Узнаем, к чему пришли. Синергия рыбы и водоросли. В Архангельске на территории водоросля у комбината началось строительство рыбоперерабатывающего завода. 170 лет не возраст. Старейшая Архангельская гимназия номер 3 имени Ксении Петровны Гемп отмечает юбилей. Еще больше заявок и еще шире география участников. На второй год своей работы кинофестиваль Arctic Open готовит для зрителей яркие премьеры и обширную деловую программу. Узнаем, что увидим. И корпоративный праздник Сальвычегодский регион РЖД отметил КВНом. И это одна из традиций железнодорожников. И в начале. Серьезные дорожные аварии произошли сегодня в Архангельске. Утром на пешеходном переходе обводной Володарского грузовой фургон Hyundai сбил девочку. 12-летний подросток с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами доставлено в больницу. А в ДТП на улице Шубина в Архангельске пострадали три человека. 70-летний водитель автомобиля Mitsubishi совершал разворот на перекрестке и не уступил дорогу встречной машине. За рулем встречного в Volkswagen ехала девушка 28 лет. Она пыталась уйти от столкновения, но все же зацепила внедорожник и вырезалась в крыльцо к нижнему магазину. Удар был такой силы, что практически полностью разворочены все бетонные ступени. В результате пострадала она сама и ее 50-летняя пассажирка, а также посетительница магазина, которая вышла в этот момент на крыльцо. Все они с различными травмами госпитализированы. Продолжаем выпуск. Синергия рыбы и водорослей. В Архангельске началось строительство рыбоперерабатывающего завода. Он разместится на территории водорослевого комбината. Начать работу удалось благодаря инвест-квоте на вылов рыбы. Всего для Северного бассейна будет построено 8 таких заводов. Наш амбициозней всех. Артемий Заварзин убедился в этом. По размерам не гигант, а вот когда конвейер запустят, завод станет лидером отрасли на Северо-Западе. Мощность более 16 тысяч тонн в год. Перерабатывать здесь будут треску, пикшу, сельдь и навагу. Безотходное производство. Руководство комбината обещает, с момента вылова рыбы до попадания на прилавки строго две недели. Мы планируем приобретение собственного судна. Сейчас выдаются переговоры по поиску и приобретению. И повторюсь, что с 1 января вступает требование об обязательной добыче на собственном судне. Это инвестиционный квот. Инвест-квота это 2400 тонн рыбы. Получив ее, нужно не только построить новое производство, но и перерабатывать на нем не менее 70% улова. Обеспечит завод продукции не только собственное судно, но и рыболовецкие колхозы региона. Кроме того, поставки будут осуществляться компанией «Доброфлот» по Северному морскому пути. И сегодня генеральный директор уже заявил о готовности поставки красной рыбы для переработки на водорослевый комбинат. А объемы, которые планируются переваливать через наш грузовой участок Максанский в порт Архангельске, это порядка до 12,5 тысяч тонн. Это более чем достаточно. Квоту на добычу рыбы предприятие получило в рамках соглашения, ранее заключенного с Росрыболовством. Для Архангельской области инвест-проект в числе приоритетных инвестиций – полмиллиарда рублей. За подобного рода проектами, любым инвестиционным проектом стоит взгляд в будущее, стоит задел, который позволит здесь планировать рабочие места, формировать налоговую базу, развивать социальную инфраструктуру. Поэтому это важно, необходимо, и мы будем этим заниматься. На производстве создадут 90 рабочих мест, перерабатывать будут не только рыбу, но и, само собой, водоросли, производить мармелад, салаты, чай и даже чипсы. В полную мощь завод должен заработать в 2020 году. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29. В Северодвинске прошли общественные слушания. В закрытом голосовании приняли участие 1184 человека. Напомню, региональный оператор планирует возвести под Северодвинском современный мусороперерабатывающий комплекс. Анна Рязанова наблюдала за проведением слушаний. В Северодвинске на публичное слушание собрались жители города, неравнодушные к теме уборки и переработки мусора. Несмотря на то, что обстановка в зале была накалена и навстречу некоторые пришли с плакатами, общий смысл мероприятия сводился не только к обсуждению возможности размещения экотехнопарка в Рикосихе, но и к вопросу необходимости менять систему управления отходов в целом. И в этом опросе северодвинцы единодушно выступают за. Правда, некоторые считают, что городу достаточно старой свалки. У нас своя свалка есть, зачем нам еще? Жителей уверяют, действующая северодвинская свалка при правильной эксплуатации может еще функционировать какое-то время. Но мало кто знает, на полигоне есть нарушение природоохранного законодательства. Кроме того, мусор нередко горит, а это регулярные выбросы в атмосферу вредных веществ. Неизбежно встанет вопрос рекультивации размещаемого там мусора, а для этого требуются современные мусороперерабатывающие заводы в неидеальном состоянии и муниципальной свалке. В этом состоянии, как сейчас есть наш полигон, его оставлять, конечно же, нельзя. Это все ляжет на наши с вами тарифы, то есть его содержание ляжет на наши с вами тарифы. Те, которые существуют на сегодняшний день на территории Архангельской области, так уже сложилось, очень немногие соответствуют тем жестким требованиям, которые предъявляются к объектам размещения отходов. Если мы поедем по трассе М-8, куда мы не заедем в лес, везде горы мусора. Люди не брезгуют засорять и берега рек. Ждать у нас времени уже нет. Нам нужно именно сегодня решить и сейчас, потому что завтра уже будет поздно. Завтра мы будем завалены вообще отходами. С тем, что изменения в системе обращения с твердыми бытовыми отходами нужны, согласен каждый второй Северодвинец. В поисках идеального примера для подражания местные активисты отправились в Волгоград. Лично убедились. Там региональный оператор построил настоящее мусороперерабатывающее предприятие, которое свалкой явно не назовешь. Объекты меня очень впечатлили. Сделаны абсолютно современно, согласно всех норм и требований экологической безопасности. Такие же качественные перемены планируют привнести и в Архангельскую область. Для этого нужно учесть мнение жителей и экологические особенности местности для будущего полигона. Опасные объекты, коим является полигон ТКО, он должен располагаться на таком расстоянии от места проживания и места отдыха граждан, чтобы в случае возникновения нештатных ситуаций, эти нештатные ситуации не наносили прямого ущерба жителям. Размещение полигона именно в Рикосихе пока предмет глобального обсуждения. О его строительстве, как и о проекте речи, еще не идет. На общественных слушаниях голосование за перевод территории в иной статус. Хоть голосование и было тайным, в легитимности сомнений нет. Бюллетени обрабатывала счетная комиссия, это жители Северодвинска. Заключительная часть, конечно, честно прошла. Теперь результаты голосования получит глава города Корабелов, а уже затем решится, будет ли вопрос о переводе статуса земли в Рикосихе, выведен на обсуждение северодвинских депутатов. Напомним, что даже в случае положительного решения по этому вопросу региональный оператор не получает право на строительство объекта, а лишь сможет провести все необходимые для проектирования такого объекта экспертизы под контролем общественной комиссии. Анна Рязанова, Денис Линчевский, регион 29. В казачьих рядах региона пополнения войсковой круг стал шире на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Собираться в этот день традиция, уходящая корнями в 17 век, когда казаки разгромили турецкое войско под Азовом. В наши дни на Покров архангельское казачество собирается, чтобы посетить церковь, принять решения по важным вопросам, в том числе посвятить новобранцев свои ряды. Перед этим испытательный срок для каждого. Нужно знать историю казачества, особенности быта и культуры. В этом году в храме святого Александра Невского присягу принял Валентин Власов. Божьим промыслом явления сердца своего, вступая в рябе российского казачества, клянусь верности Богу, Отечеству и казачеству. Во-первых, вера есть. Служба у меня была. Вот решил послужить уже вере православной и казачеству. Сегодня архангельское казачество насчитывает около 200 человек, а в области более 2000 хранителей традиций. Их задача защищать родину, готовить молодежь к службе в армии и охранять общественный порядок. Есть добровольная народная дружина казачья. И они, значит, на всех крупных мероприятиях. Во-первых, патруль на улицах, раз. И во-вторых, на всех крупных мероприятиях. Крестный ход, матчи водника. Различные. Помогают полиции. Полиция и члены на выборах помогают. Полиция часто обращается за помощью. Следующий сбор в большом кругу пройдет уже в конце года для подведения итогов. Кстати, в 2018 исполняется 10 лет с момента образования казачьего общества на севере. Узнать больше о профессии строителей, попытаться самим возвести дом или декорировать помещение. Обитателям детского города Нордвель предложили попробовать себя в этом непростом ремесле. Виталий Барашков побывал на празднике. Соорудить из мягких кубиков крепость, колодец или даже устроить из них салют. У детей, оказавшихся на главной сцене города профессии Нордвель, простор для творчества был необъятным. Парлоновое шоу в компании мультяшных персонажей. Отличный способ преподать юным горожанам азы строительного мастерства. Весело и с пользой. Это может немного развивать моторику пальцев, потому что полезно. Еще нужна фантазия, то, что ее тоже развивает. В другом районе города, в мастерской, ее гостей тоже ждало развлечение. Способное многому научить. Так в Нордвеле отметили праздник, посвященный ремеслу строителя. У нас здесь обучают двум профессиям. Это строитель и дизайнер. Кто у нас такой строитель? Как вы думаете, вы можете посмотреть на стройку всю нашу, осмотреть? Как вы думаете? Какие-то человек, который занимается на строение. Как оказалось, труд строителя предполагает широкий спектр работ. Мальчишки и девчонки укладывали кирпич и черепицу, старались выложить аккуратные узоры из напольной плитки. Дополнительную интригу создавало разделение на команду и шуточное соперничество. Мне просто очень интересно, тут же иногда завинчивают гвозди, потом отвинчивают. Мне тоже интересно, строят пол, иногда по-разному говорят строят. Иногда как им нравится, так и построишь. Иногда черепицу с рисунком надо построить. Детей очень приходит много. Когда приходим, уже у нас очередь. Мы детишек запускаем. То есть дети очень любят стройку, любят очень строить, трогать. Детям же нужно что-нибудь потрогать, а тут как раз можно все и построить, потрогать. Следующим крупным мероприятием в городе профессии Нордвиль станет День мамы. Его здесь отметят 25 ноября. Виталий Барашков, Ольга Красулина, Регион 29. И даже на заслуженном отдыхе они стремятся быть полезными городу. Сегодня свой день рождения отмечают два деятельных человека. Игорь Гринблот и Владимир Бурчевский. К поздравляющим присоединился и наш корреспондент Михаил Меньшинин. Телефон Владимира Бурчевского сегодня не замолкает. Каждые 2-3 минуты новый звонок с поздравлениями. От родных, друзей, коллег и, конечно, учеников. Сегодня Владимиру Николаевичу исполняется 72 года. Из них 40 лет он работал с детьми, обучал художественной обработке дерева. В 90-м Владимир Бурчевский основал в Архангельске школу народных ремесел. Сейчас он уже год на пенсии, но вместо отдыха все время придумывает, чем себя занять. В школу ремесел я каждый раз вставал и на работу, и на каждое утро. У меня видно уже, так сказать, так это все адаптировался весь организм, поэтому не найти. Поэтому я вот попил чаю, позавтракал и пошел. Куда идти? И я это кругом. Пойду на кузнечихе, кузнечихе, сульфату, то есть кругом. А войду, солом было кругом. Вот я вот зиму почти каждый день ходил. Вместе с Владимиром Бурчевским 15 октября день рождения празднует почетный ветеран органов внутренних дел Игорь Гринблот. Ему сегодня 92 года. 67 лет он отдал службе, пройдя путь от инспектора до начальника областного УВД. Сегодня он занимает активную гражданскую позицию. По любым насущным городским вопросам лично приходит в кабинеты власти. А еще совсем недавно он начал рисовать. Мозг-то у нас очень богатый. Когда ему даешь нагрузку, он творчески работает и воодушевляет на это весь организм. Это значит первое. Второе, вредные привычки надо как-то ограничивать или вообще не применять в своей жизни. Кроме одной – любить женщин. К поздравлениям сегодня присоединилась и городская администрация. Архангельские власти в том году решили сделать такие визиты к заслуженным людям города в их день рождения доброй традицией. Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, Регион 29. Старейшее учебное заведение Архангельская гимназия номер 3 тоже отмечает день рождения, юбилей. В этом году ей исполнилось 170 лет. Среди торжественных мероприятий посвящения первоклассников гимназисты этим малышам предстоит продолжать традиции именитой школы. Зал от улыбок полон, красивые светлые лица, с днем рождения, родная гимназия, с праздником вас, гимназисты! Повод для торжества – 170-летие гимназии номер 3 имени Ксении Гемб. В день своего открытия, 15 октября 1848 года, тогда еще Мариинская гимназия стала первым училищем в регионе для благородных девиц. В советские годы ее переименовали в Общеобразовательную школу номер 3, а уже в 1995 году она вернула себе былую статус и стала первой гимназией в Архангельске. Спустя годы ценности здесь остаются прежними. Гордость школы, конечно, в наших учениках. Наши выпускники достойно сдают выпускные экзамены, поступают в лучшие вузы страны. Это гордость нашей нации, гордость нашего поморья. Первая часть праздника – посвящение первоклассников-гимназисты. В этом году их 4 класса – с А по Г. За первый месяц детям дали привыкнуть к школе, получить новые знания. Теперь же пришла пора принять на себя высокое звание. Мне запомнилось, что нам один раз Ольга Мстиславовна рассказывала, что в Москве есть такая отстанкинская башня, которая достигает 189 этажей примерно. Я даже знаю, что там есть ресторан «Седьмое небо». Учиться в гимназии почетно и ответственно. Родители за успехами детей следят внимательно и не только из зрительного зала. На сайтах по телевидению, конечно, отслеживала, что эта школа достаточно высока в рейтинге, у нее много достижений, и ребята достигают больших высот в обучении, в различных направлениях. Конечно, это хорошо, и мы очень рады, что мы все-таки вот сюда попали. Ну, очень нравится, мы встаем с удовольствием. Ну, у нас, по крайней мере, до сих пор еще не случилась вот эта вот истерика, которую обычно рассказывают, да. То есть ни разу не было у нас такого, так что мы довольны, честно, довольны. Посвящение в гимназисты – лишь первое мероприятие из череды торжеств. Впереди открытие нового футбольного поля, награждение самых выдающихся гимназистов и праздник «Мы зажигаем звезды». Это Римали Шава, Виталий Барашков, Ольга Красулина, Регион 29. В Малых Карелах почтили память Владимира Кузина. Прославленный лыжник и тренер, олимпийский чемпион ушел из жизни 11 лет назад в октябре 2007-го. Уроженец Мизинского района стал первым советским чемпионом мира. Он выиграл гонки на 50 и 30 километров на турнире в шведском Фауне в 1954 году. За свое мастерство Владимир Кузину достоился неофициального звания короля лыж. Причем он стал единственным, кого наградил лично король Швеции Густав VI. Это было вдохновение. И все пацаны, которые 13-14 лет и старше, рвались в лыжный спорт. И это дало толчок развитию лыжного спорта. За свою спортивную карьеру Владимир Кузин стал двухкратным чемпионом СССР. Ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта. А также он награжден самой почетной наградой – Орденом Ленина. Далее совсем немного потребительской информации. Советую далеко не уходить. Меховая выставка «Зимняя сказка». Огромный выбор шуб. Скидка на норку 50%. Архангельск. С 16 по 28 октября. ТЦ «Корона». Гастроли Вологодской филармонии. 18 ноября. Губернаторский оркестр народных инструментов. 20 ноября. Мужской хор с программой «Мелодии русской души». Дом народного творчества. Площадь Ленина-1. Это «Автограф дня». Благодарю тех, кто остался с нами. Еще больше заявок, еще шире география участников. На второй год своей работы кинофестиваль «Арктик Оупен» готовит для зрителей яркие премьеры и обширную деловую программу. В течение четырех декабрьских дней соберут лучшие сценарные заявки на конкурсе арктических проектов, проведут медиафорум арктических СМИ и, конечно же, покажут кино. Главные темы фильмов – процесс эмиграции в современном мире, общественной активности и такие вечные загадки, как любовь, одиночество и смысл жизни. Всего на фестиваль поступили заявки из 110 стран. Больше всего из Индии. Следом идут кинематографисты из России, США и Европы. Сейчас мы переходим на тот этап развития, когда из этих 2000 присланных фильмов мы отберем менее 1%. Фактически у нас будет 50 фильмов, конкурсов, программ. Там четверть процента, но это будет то, что называется сливки. Шорт-лист кинофестиваля будет оглашен через 10 дней. В него войдут игровые, полнометражные, документальные, короткометражные фильмы. Пройдет Arctic Open с 6 по 9 декабря. День кампании Сальвычегодский регион РЖД по традиции отметил КВН. В этом году у железнодорожников сразу две круглые даты. 150 лет со дня основания Северной железнодороги и 15 лет ОАО РЖД. Елена Кермич продолжит. Железнодорожники не только профессиональные машинисты, путейцы, связисты. Это очень веселые и находчивые люди. КВН они отмечают День кампании шестой год подряд. Начинали делать праздновать День кампании с обычных концертов, поздравлений от делих работников. Потом перешли на КВН. Ну, следующий год, я думаю, будем что-то новое еще дополнительно придумать. Совершенствоваться будем. Шесть лет железнодорожники развеивают миф о том, что работа – это скучный, ежедневный, кропотливый труд. Все шутки команд посвящены железной дороге. Начальник привел новенького и сказал, вот наш новый сотрудник. Покажите ему, чем вы занимаетесь, когда думаете, что я на вас смотрю. Вы плохо знаете железную дорогу, там очень весело работать. И шуток очень много там. Жизнодорожники вообще универсальные люди. Могут шутить на любые темы, могут работать в любых сферах. Поэтому для нас это как бы просто работа, это несложно для нас. Мы шутим о жизни, о нашей работе. Подготовка к игре, говорят, ребята, помогает не только разрядиться после трудового дня, но и сплотиться. Мы собираемся, все вместе придумываем или на работе какие-то жизненные ситуации, спрашиваем у других работников, они что-то предлагают. Мы это обыгрываем, немножко переделываем и вставляем в наш сценарий. Состязание в остроумии не прекращалось до самого финального этапа фестиваля. Всего их было три. Визитная карточка, разминка и музыкальное домашнее задание. Чувствовалась серьезная подготовка ребят и хорошее знание своего производства. Многие курьезные ситуации и придумывать не пришлось. Елена Кермич, Алексей Вачик, Регион 29, Котлас. Благодарю всех, кто нас смотрит. Отдельное спасибо коллегам, с кем делаем эту программу с пожеланиями добра, удачи и хорошего настроения. Прощаюсь с вами. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова